Тяжелая битва с войсками Наполеона навсегда вошли в мировую историю. Памятные мероприятия прошли на месте знаменитых сражений в ущелье Шеленин, близ населенного пункта Андермад. Константин Каковешников о памятных мероприятиях. Швейцарская деревушка Андермад, знаменитый Чертов мост. В конце 17 века за него шли ожесточенные бои. А сегодня сюда ежегодно съезжаются десятки людей со всего мира. В память о переходе Суворова через Альпу больше века назад местные жители прямо в скале вырубили 12-метровый крест. Архиепископ Женевский и западноевропейский Михаил служат траурную панихиду. В исполнении кадетов Московского военно-музыкального училища звучит российский гимн. Переход Суворова через Альпы называют непокоренной вершиной военной стратегии. Почти три недели в условиях нехватки провианта на незнакомой местности российская армия самоотверженно сражалась за освобождение Швейцарии от гнета Наполеона. А держать верх в той операции так и не удалось. Армия попала в окружение, но под руководством Суворова смогла выйти, сохранив три четверти войск. Потери французской стороны были в несколько раз больше. Мы признательны и благодарны им за то, что они чтут память нашего великого соотечественника, великого полководца и знают о подвигах его и его армии. Так называемая Урзенская дыра, узкий перешей, как тогда считали, единственный путь победы, вмещавший всего одного человека с поклажей, в последний момент русское войско сумело обойти. Вступив над горной рекой рейс, по сути, в безвыходный бой. На высоте 23 метра, без каких-либо ограждений, армия под командованием Суворова атаковала французов с тыла, предрешив исход той битвы. С тех пор Суворов тут национальный герой. Ему ставят памятники, в честь него называют блюда в местных ресторанах. Он действовал исключительно героическим образом, и теперь мы преклоняемся перед величием этого человека. В этом году, как никогда, много семей с детьми. Приезжает очень много туристов, в том числе из России. Они специально едут в Швейцарию для того, чтобы пройти перевал так же, как шли войска Суворова. Памятные мероприятия не только дань времени, но и возможность военным обеих стран познакомиться поближе. Выступления музыкантов-суворовцев по традиции собирают целые площади. В этом году у них насыщенная концертная программа. Из Андермата оркестр отправится в Лозанну, а затем Люцерн, где примет участие в международном музыкальном фестивале.